доброе утро дорогие друзья слава богу за ваше присутствие здесь за благодать присутствие и конечно же слава богу за благодать присутствие бога среди нас аллилуйя давайте откроем евангел луки 6 главу и прочитаем 20 стих и он возведя очи свои научников своих говорил блаженны нищий духом ибо ваше есть царствие божье интересно размышляя над этим стихом я подумал о следующих мыслях ну во-первых нищие одно из значений этого слова это попрошайка и я подумал об образной картине что раньше мы были можно сказать богаты на свои собственные мысли и следовательно как описывается вы вся нам во второй главе мы были богаты если можно так выразить на наше собственное противление богу до его плану его пути если у нас были мольбы или просьбы о спасении то они были как то может быть поначалу шли вместе с этим противлением возможно был какой-то крик души но может быть у нас не не было еще этого если можно так выразить обнищание от нашего собственного противления на и слава богу бог совершил это преображение и вообще это удивительная благодать откровение его когда мы осознаем что в нас не было ничего благого на только наше собственное волеизъявление и противление и вдруг бог совершает эту удивительную работу если можно так выразить по обнищанию наших собственных противлений мыслей что он приводит нас к этой удивительной к этому моменту когда мы словно эти попрошайки говорим дай мне свое спасение когда он явил нам это откровение спасения как своего спасителя как здорово и у каждого из нас произошел произошло это с нами когда мы наконец сказали господи дай мне это как например в иоанна 4 главе женщина-самарянка дай мне этой воды напиться она узнала кто перед ней мессия и она откликнулась и а до этого мы можем увидеть некоторые противления в ее словах еще одна мысль на которую я хотел бы обратить ваше внимание и он возведя очи свои на учеников я подумал о том что теперь когда мы с вами спасены у нас есть благодать возводить очи на на иисуса христа то есть возводя очень на него или как говорится в евреям двенадцатой главе первом втором стихах взирая на иисуса христа взирая на иисуса христа где совершается это спасение где совершается его преображение где мы видим и переживаем обнищание или да обнищание наших собственных мыслей где мы становимся нищими на наши собственные мысли да и все больше и больше богатыми на его мысли до которые он вкладывает нас наполняет нас обучает нас его разумляет нас мы становимся богатыми на его мысли он исполняет нас духом святым потому что дух жив и он в нас и делает нас способными быть богатыми на его мысли на и все больше и больше другие мысли человеческие мысли противления отдаляются от нас мы отпускаем их слава богу аминь благослови вас господь аминь такой вопрос вопрос на будущее на размышления в связи с этим стихом может ли быть земное земное богатство быть препятствием для принятия спасения иисуса христа слава богу может ли быть земное богатство препятствием принятия иисуса христа аминь спасибо большое пастор нурлан замечательные мысли обнищание которое господь творит в нас и делает нас богатыми собою отец наш небесный мои благодарны тебе в это замечательное утро насыщения мои действительно как здесь написано в двадцать первом стихе блаженны алчущие ныне ибо насытитесь и мы нас насыщаемся благодарим тебя господи мы можем быть и плачущими что-то не получается где-то бог далеко и вот его прикосновения и мы веселые высмеемся благодарим тебя господи благослови сейчас мысли твои благослови господь понимание что дух говорит церкви исполняй нас господь своими призывами смыслами своей благодатью и любовью во имя твое иисус мы молимся и просим аминь сегодня у нас сорок четвертое слово посвящения по евангелию от луки и я как уже вчера я говорил наши слова посвящения утром они становятся краткими у пастора Нурлана была своя порция и у меня 15-20 минут мы с вами находимся в замечательном месте которое практически раскрыл иисус раскрывает и дух святой выделяет и подчеркивает кто он он говорит о царстве небесном он царь он говоря об этом царстве и разжигая аппетит в тех кто слушает обнаруживает себя в их жизни царем произошло ли это так у вас да я уверен происходит вы здесь это не обозначает что у нас здесь единственное место он возведя 20 стих возведя очи свои на учеников своих говорил блаженные нищие духом блаженные нищие рядом с царем он к этому призывает он является тем который раздает богатство своего царства каковы они что произошло в жизни Савла как он описывает это в послании к филиппийцам человек у которого было все практически все необходимое для того чтобы его жизнь схваченная шла вперед развивалась и он процветая продвигался по религиозной служебной лестнице сколько было выстроено этих замков богатства в его жизни и вдруг он встретив Иисуса Евангелие вернее Деяние 9 глава обнаружил что он не то царство строил в своей жизни и наступила пора о которой он замечательно говорит в 26 главе Деяния когда с 1 стиха царь Агриппа говорит но я повелеваю тебе говори о себе что ты можешь сказать в свою защиту кто мог это говорить Агриппе казалось что Агриппа может это повелеть и сказать он свободен не получилось но получалось нечто другое где Павел сказал о том что он обнаружил он встретил царя и его желание теперь быть человеком который разносит делится тем что происходит в его жизни как он голодает по царству Божьему и Господь его насыщает как он хочет чтобы еще больше было и Господь знает его и дает ему жалоба плоти второе послание к Коринфянам 12 глава чтобы голод всегда оставался чтобы было все время не собственное вот ты мне передал те характеристики царства теперь я буду царствовать нет а всегда чтобы царствовал Иисус блаженные нищие духом ибо ваше есть уже сейчас царствие Божье поздравляю вас поздравляю я 33 года в своей жизни ходил без этого царства и был проповедником другого царства как далее будет написано лже пророком у нас есть голод по этому царству каждое утро каждый день у нас есть сложности с которыми мы приходим и плачем почему что происходит как случилось как конференция в Москве была мы можем оказаться в узком месте и мы приходим к нему и он выводит нас на удивительные широкие удивительные просторы его жизни его характер вот мы насытились вот слезы наши убранные и мы радуемся мы смеемся правда и тогда переполненные этой радостью мы с вами идем к людям и рассказываем слава Богу что сейчас есть еще много тех людей которые прислушиваются у них есть свои сложности в жизни они обращаются к своему царству на этой земле и не получается не происходит стыковки вроде бы надежда есть и потом не происходит исполнения есть и другие с которыми мы встречаемся и здесь очень интересно акцент дается в 22 стихе блаженные вы когда возненавидят вас один человек сказал мне после множества разговоров которые я вел в лаборатории этого вуза и он сказал а вы плохой человек он прошел через ненависть ко мне и потом объяснил раньше я мог смотреть куда хочу те шесть похоти которые хотел а сейчас вы говорите и вдруг я обнаруживаю что это неправильно вы нехороший человек блаженны вы когда возненавидят вас люди мы наблюдаем жизнь Иисуса крест голгофа а до этого разные толки савл вот он павлом становится и ему объясняет господь что будет происходить в его жизни он блаженный он идет его бьют он идет его убивают он воскресает и идет в тот город в котором был побит камнями евреи в Иерусалиме да и в Иудее и в разных местах Римского Римской империи узнают что они стали верующими в Иисуса Христа то есть в Иисуса Мессию их отлучают от синагога сколько сразу трудностей где теперь дети будут обучаться да ладно Господь дарует откуда у нас взялись школы откуда у нас взялись университеты раньше это были учебные заведения где обучали этому царству Иисуса Христа когда Христос в центре вас отлучат вы будете блаженны потому что вы это все делаете и происходит в вашей жизни и вы насыщаетесь благодаря сыну человеческому его завершенной работе вас отлучат и будут поносить и пронесут ваше имя и будут лгать ой сколько лжи и будут считать вас бесчестными и все это за сына человеческого даже сейчас даже в христианских странах 23 стих но возрадуйтесь у вас будет такой день и уже это произойдет в будущем это суд бема награды когда мы с вами будем вознесены на небеса и Иисус говорит что не то что вы тогда возрадуетесь он говорит радуйтесь сейчас тому что будет происходить в тот день и вы возвеселитесь ибо велика вам награда на небесах это он говорит о награде это его слова у меня может быть лже скромность но мне награды не надо а ты еще даже не знаешь какая награда была здесь она описана так что будет награда велика велика это слово обозначает что это будет награда такая многогранная на небесах и вы будете ну давайте посмотрим как вы как вы веселитесь ну смеетесь хохочете радуетесь правда вот я человек в годах и однажды рассказывая что-то своему брату во Христе и он такой понурый идет а меня распирает эта радость и я подпрыгнул он посмотрел так удивленно на меня но это неприлично для такого человека здесь написано возвеселитесь и это слово скиртао что обозначает вы будете прыгать от радости какая радость какая награда это слушайте сейчас сейчас я могу быть таким ну мне и не надо особенно награды мне так хорошо господи как хорошо хорошо конечно а он говорит будет такая радость то что я вам вручу какая награда возмездие то есть вы получите награду за то что вы и принимали царство и были голодны и развивались росли вы были теми которые только только к этому царству приходили и решали все ваши вопросы а потом вас там притесняли отлучали ваше имя ругали и все это за Иисуса Христа и вы шли и уже радовались тому что понимали что что-то такое приготовил Господь Иисус посмотрите послание Колоссянам и вы увидите как удивительно Господь говорит о том что у вас такая любовь такая вера Колоссяне любовь к святым вы так относитесь трепетно к надежде того что вам приготовлено и обещано на небесах эти чудесные слова радуйтесь когда будут вот такие вещи происходить а то что происходит ведь так поступали и с пророками отцы людей которые отталкивали слово Божье так было так происходит но наши рты наши уста наши сердца не закрываются аминь отец наш небесный мои благодарны тебе за это замечательное время благодарим тебя Господь за это слово и мы славим тебя Господи ты удивитель может быть среди тех кто слушает это слово по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа как вашего спасителя скажите простые слова скажите дорогой Иисус Христос я грешный человек прошу тебя прости мои грехи спаси меня подри мне вечную жизнь научи меня твоему слову приведи в живую церковь во имя твоем мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь аминь и в завершение перед песней две два вопроса первый вопрос за что награда на небесах и какова она за что награда на небесах и какова она она